ой люблю свой компьютер вообще мне нравится хорошие вещи ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю Здравствуйте 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 Меня зовут Наталья ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Спасибо у меня денег нету чтобы заниматься банковскими услугами так что спасибо за предложение но просто-напросто не тратьте свое время на пенсионера понимаете вы позвонили пенсионеру Ничего не интересует 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 чтобы только пенсия была побольше вот и все так что вы не по адресу не по адресу Да уже и покупать не на что так что ну что 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 вам тут сказать Ну и что что эти привычные покупки что там кэшбэк С помощью нашей карты мы можем также совершать свои привычные покупки и таким образом накапливать бонусы Да зачем мне нужны эти бонусы грошовые ну это не то ну что ж вы тут какими-то грошами А вы спросите что приятней тратить бонусы не шестьсот третий Да какие там бонусы приятней тратить деньги а не бонусы так что не тратьте на меня время Спасибо вам за все Спасибо Да всего доброго до свидания И пусть пенсии у вас будут лучше чем у меня Субтитры сделал DimaTorzok Я хотел вам вначале рассказать такую интересную тему развить насущно такая интересная тема и важная Это очень много информации о том как вести вегетарианство как вести сыроедение как голодать как оздоравливаться как накачиваться ну грубо говоря вот на эту тему вообще о жизни очень много различной информации как быть успешным здоровым и так далее и тому подобное И люди начитавшись этого от кого-то услышав увидев плоды на других людях начали сами заниматься и вот здесь то они столкнулись с такими непонятными вещами которые не описаны в руководствах По голоду, сыроедению, вегетарианству, вегетарианству, накачке, закаливанию, развитию гибкости и вообще работе с сознанием То есть они столкнулись с какими-то сложностями, с препятствиями, наделали ошибок и не знают как от них избавиться или как выйти из того состояния в котором оказались И в результате этого многие там бросают, многие получают негативные вещи Ну то есть вот на эту тематику существует наверное минимум информации как выбираться из сложных ситуаций И я хотел бы вначале осветить вот эту вот тему, которую я так про себя решил назвать и уже несколько дней вынашиваю в связи с нашими вот этими разными разговорами на канале Это причины и следствия ошибки и закономерности Вот я значит к этой теме подготовился, но перед тем как ее начать Я значит читаю ваши отзывы и вот Ольга Степанова пишет Очень интересные предметы перед рабочим местом Расскажите пожалуйста, для чего стоят у вас лихо одноглазые верблюд, флакончики, генеши, гирька Помогают, оберегают И вот я специально собрал, ну не все что меня окружает, но многое Потому что там еще стоят кубки, которые я получил играем в теннис Стоит там верторомашками передача, мне дали такой хрустальный кубок Больше я особо не видел, чтобы такого давали Ну и тут вот висят разнородно маски, сзади иконы, книги и много-много другое Не говоря о том, что еще хранится в ящиках стола И вот начнем Начнем Значит Интересные предметы Для чего они стоят у вас? Ну а начну С лихо одноглазого Лихо одноглазое Это я просто-напросто сделал такую подделку Видите, я сюда даже глазик такой вставил Может она там будет блестеть Вот Такая деревяшечка Оказалась И я в ней увидел вот такую вот Что с нее можно сделать вот такую вот подделку И вот интересно так получилось Нога Здесь у нас значит рот такой Глаза одного, как бы сказать, такой глаз Почему лихо одноглазое Глаза нету Другой глазик я вставил Ну и вот Получилась такая вот Интересная вещица Оригинальная Здесь соединилась работа природы И мое видение Положим это сюда То есть я люблю делать разного рода подделки И поэтому мне Интересно Что-то сделать своими руками Особенно раньше Я и сейчас могу, конечно, все это сделать Но что-то у меня времени не хватает Далее Мое тяжелоатлетическое прошлое Это гирька Вот эта гирька, так сказать Напоминает о том О силе О молодецкой удали Вот такой вот Гирька такая Очень-очень интересная Положим ее сюда Теперь Что касается Что касается Вот, допустим, вот этой вот Открыточки Открыточка Моему любимому Даже самые маленькие радости Которые ты мне даришь Значит, для меня очень много Мне безумно нравится Что ты берешь меня за руку Когда мы переходим улицу И что ты всегда обнимаешь меня при встрече Это мне Подарила жена И знаете Вот как раз она написала Я могу только благодарить судьбу За то, что мы вместе Я люблю тебя Твоя не нет Так ее называют Я Очень благодарен Так же, как и она В судьбе За то, что мы вместе И знаете Почему еще? Бом говорит Вот когда я ее впервые встретил Я на 6 лет ее Старше Такой был Побольше Она, естественно, была Ну, сколько там ей было 19 лет Было тогда Вот И где-то год мы примерно С ней Знакомились Дружили И отношение было К человеку Ну, будем говорить Вот Одно Но проходят годы И ты понимаешь Что вот эта вот Встреча Она была действительно Судьбоносной Это ты встречал Того человека Кстати, я ее выбрал Того человека Вот который тебе И положен по судьбе И чем дольше я С ней живу Тем Ну, более Понимаю И это еще больше Как-то меня умиляет То, что это действительно Вот тот человек Который Который нужен тебе По жизни Вот что удивительно И вот эта вот Связь, которая идет С годами Она только укрепляется Несмотря на разного рода Жизненные вещи Вот Что касается вот этого Поэтому Вот Вот это Какая-то Милая Вот эта вот Связь И тут как раз Вот за ручку держится Она как-то Ну, грубо говоря Вот Я ее чувствую Я ее чувствую Такое вот умиление У меня Даже сейчас Вот у меня Поменялась энергетика У меня поменялось сознание И прочее-прочее Далее Далее Насчет Оберега Поговорим Насчет Оберега Это вот Такой Вот мне Подарили Из бересты Такую шапочку Оп С козырьком Главное С козырьком Я вам уже Рассказывал Козырек Очень большая вещь Которая отражает Помимо того, что Ободок Защищает А это еще Дополнительно Отражает То есть Хорошая вещь Действительно В качестве Оберега Береза Наша Берегиня И я ее Нет-нет Но иногда Надеваю Люблю я Разного рода Минералы Особенно Мне нравится Янтарь У меня такой Браслет Из янтаря Я его Так Нет-нет Но одевал И вот у меня Порвалась Здесь резиночка Поэтому И вот Ее-то надо Заменить Вставить Ну как бы сказать Это Руки не доходит Как это сделать И вот он у меня Просто Ну просто Валяется В таком виде Незатребованный Продолжая Разговор О Минералах Вот Смотрите Я взял Так же Думал Заниматься То есть Смотреть В хрустальный Шар Там Вдруг Я что-нибудь Будущее Увижу Или еще Какую-нибудь Вещь Вообще-то Эта вещь Очень интересная Но Что-то Опять-таки Не хватает Времени На то Чтобы Всем этим Заниматься Она уже Тут все это Запылилась Заялилась Но тем не менее Тем не менее Я вот это Вот все Потом Меня Будем говорить Ждет Своего часа Вот она Мы так же Это Сюда положим То есть То что Отработало Далее Вот это По-моему Оникс То есть Я вот как-то Чувствую Что минералы Они Создают Своебразную Ауру Вокруг себя И эта Аура В какой-то Степени Она влияет На наше Пространство В результате Чего Оно Становится Структурированное Вот этим Минералом То есть Хрусталем Либо Вот этим Ониксом Вот Так вот Поэтому Оно Как бы у меня Стоит Плюс Естественно Тут такие Срезы Которые Радуют Глаз Очень важно Вообще-то Вы видите И книги Тут у меня По фэн-шу Лежит И по Традиционный Китайский Календарь Это Окружить Себя Такими Предметами Создать Такую Творческую Атмосферу Которая Бы тебя Настраила На соответствующий Лад И вот Это Одно Из Таких Вещей Будем Сказать Продолжая Рассказ О Этих Вещах Я еще Покажу Я вообще Собрал Целую Коллекцию Различных Минеральчиков Вот Это Значит Другой Минерал Его Можно Использовать Для того Чтобы Массировать Какие-то Точки У себя Где-то Манюта Есть Точки Очень Интересное Воздействие Получается То есть С минеральными Я Дружу Более того Смотрите У меня Имеется И Аметистовый Маятник В свое Время Я Начитался Про Маятники Немножечко Там С ними Поработал Сюда Туда Ну Как-то Эту Тему Я Отставил Из-за Того Что Все-таки Лучше Использовать Свою Чувствительность Нежели Ты будешь Как бы Сказать Использовать Разного Рода Приспособления С помощью Которых Вот Твоя Чувствительность Будет Как бы Сказать Определяться Поэтому Я Вот Это Все Для Себя Использовал Прошел В Какой-то Мере И Вот Оно Все У меня Сохранилось Аметист Аметист Далее Что Тут У меня Находится У меня Здесь Находится Значок Мастер Спорта России На самом деле Я мастер Спорта СССР Ну это Так На Блошином Рынке Подвернулось Я взял То есть Спортивное Достижение Потом Кандидат Мастера Спорта Ну и Мои Зубы Которые Мне Напоминают О Прожитом Вот Последний Зуб Это Вот Этот Вот Был Вырвот Из-за Того Что Из-за Того Что С левой Стороны Были Удалены Зубы И Я Не знал Что Оказывается Зубы У нас Вот так Вот Идут И Когда Значит Они Были Удалены Зубы Начали Двигаться И Здесь В середине Вытеснули Зуб Что Он Стал Центральным И Более Того Они Так Стомкнулись Что Они Его Вытолкнули Он Так Стал Шататься Пришлось Удалить Вроде Здоровый Зуб И Вот Так Вот Получилось Ну Получилось И Получилось Ладно То Здесь Мои Зубы Далее Вот Идут Монетки Это Турецкий 25 Как-то Называется Кирис Это Украинский 5 рублей Это Монетки Которые Я Нашел В Турции Когда Купался То Есть Я Люблю Плавать Собирать Все Что Там На Дне Находится Ну Такая Какая То У Не Есть Привычка А Это Значит Питаки Питаки Это Монетки С Особым Составом Металла В частности Меди 1955 Пятого Года 1956 Года 1946 Ох ты Тридцатого Года Вот Это И 1953 Года Эти Монетки Собраны Потому Что Здесь Определенный Металл Который Можно Прикладывать К биологически Активным Точкам И С помощью Этих Точек Значит Будем Говорить Как-то Там Воздействовать На Организм Человека То Есть Я Как бы Эту Теорию Тоже Немножечко Практиковал На Себе Дабы Понять Что Это Такое Металл Металл Металл